Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас видеть на канале Виктории Александровой. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот замечательный коврик в форме звездочки. При желании это может быть либо сидушка на табуретку, либо же это может быть подставка под горячее и все что угодно, все что придумает ваша фантазия. Вяжется коврик очень просто, быстро, но смотрится красиво. Ну что ж, давайте начнем. Для вязания мне будет нужна пряжа разных цветов. Цвета мы помним, да, то что мы выбираем желательно контрастные, либо которые хорошо сочетаются друг с другом. У меня это будет двухцветный коврик, вы можете выбирать сколько угодно цветов, либо же можете сделать его однотонным. Также мне будет нужен крючок, который соответствует размеру пряжи, в моем случае это 3,5, вот, и ножницы. Ну и все, можем приступать. Данный коврик, кстати, по технике очень похож на те сидушки, которые мы с вами недавно вязали. Я ссылочку оставлю в описании. Кому будет интересно, пройдите, посмотрите, пожалуйста. Итак, сейчас мы с вами начинаем вязать первый ряд. Для начала нам нужно с вами набрать 5 воздушных петель. Первую петельку мы с вами не затягиваем, она нам служит первой петлей. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И присоединяемся в первую петлю соединительной петелькой. Теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арку, вы, простите, в это же колечко, в серединку, мы вяжем 2 недовязанных столбика. То есть, вот, я взяла на крючок 2 с накидом, провязала, оставила. Взяла крючок, накинула, нить, провязала. И у меня на крючке 3 петли. Я их провязываю вместе. Теперь вяжу 3 воздушные петли. Вот эту нить я буду вести по кругу, как бы ее обвязываю. И опять я вяжу 3 недовязанных столбика. Первый оставила на крючке, не довязала до конца. Второй оставила на крючке. И третий оставила на крючке. У меня получилось 4 петли. Провязываю все 4. Набираю 3 воздушные петли опять. Вязание повторяется, но этот ряд я провяжу вместе с вами, чтобы было более понятно. Опять в серединку вяжем 3 недовязанных столбика. Раз. Два. Три. И теперь все 4 петли провязываю вместе. Вот у нас 3 таких вот элемента. Нам их нужно 5. Поэтому вяжем еще 3 воздушные петли. И сюда же в серединку вяжу 3 столбика недовязанных. Один. Два. И третий. Четыре петли провязываю вместе. Нам осталось провязать один элемент. Последний. Вяжу 3 воздушные петли. И сюда же в серединку. Можно вот так немножечко подвинуть, чтобы было удобно. Вяжу 3 недовязанных столбика. Первый. Сюда же второй. Сюда же третий. И все 4 петли провязываю вместе. Чтобы закончить ряд, нам нужно провязать еще 3 воздушные петли. И присоединиться в третью петельку. Один. Два. Три. Третью. Вот эти нитки уже можно обрезать. Они нам уже не нужны. Смотрите, сейчас можно, конечно, поменять цвет и сейчас. Но я бы не советовала этого делать, пока мы не провяжем как минимум 3 ряда. Потому что тогда у нас еще непонятно, что это звездочка, не звездочка. Не видно будет рисунка. А так, когда в центре будет одна звездочка одного цвета, тогда она смотрится красивее. Но там смотрите сами. Чтобы начать следующий ряд, мне нужно перейти вот на вот эту вот арочку. Я туда перехожу, как мы с вами обычно переходим. Вот вершинку в следующую. Вот. Я сюда присоединилась. Следующую вершинку я присоединяюсь соединительной петлей. И перехожу в арочку также соединительной петлей. Теперь вяжу 3 воздушные петли. 1. 2. 3. И сюда же в эту арку вяжу 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Вяжу 2 воздушные петли. И сюда же в эту же арку вяжу 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И третий. Вот что у нас получилось. Переходим к следующей арке. В следующую арку вяжу 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И второй. И третий. И третий. Делаю 2 воздушные петли. И вяжу 3 столбика с накидом опять в эту же арочку. Первый. Сюда же второй. Первый. Сюда же второй. И сюда же третий. Вяжу 2 воздушные петли. И вяжу 3 столбика с накидом. И вяжу 3 столбика с накидом. Вяжу 3 столбика с накидом. И теперь вот сюда в серединку, вот как мы вязали, вяжу еще 3 столбика в эту же арочку. Первый. Второй. И третий. Вот так мы с вами вяжем до конца ряда. Нам осталось оформить так еще 2 арочки. Мы вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. И переходим в следующую, точно так же. Вот я довязала до конца ряда. Следующий ряд я буду вязать пока еще этим же цветом. Я присоединяюсь 1, 2, 3 в третью петелечку. И перехожу в вершинку следующего столбика. Точно так же соединительной петлей. То есть у нас первый столбик вот этот вот свободный. Здесь мы вяжем 3 воздушные петли. Они нам служат одним столбиком с накидом. То есть вот столбик получился над вот этим столбиком. Теперь вяжем столбик с накидом в следующую петельку. Над следующим столбиком. Вяжем мы под 2 петли. Вот у нас получилось 2 столбика. Вот этот остался свободным. А вот эти вот 2 мы провязали. Теперь в серединку мы с вами вяжем 3 воздушные, ой, 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Вяжем 2 воздушные петли. 1, 2, и сюда же в эту же арку я опять вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, и сюда же, все сюда же вяжем 3. Теперь смотрите. У нас вот этот вот столбик следующий, мы его должны прорезать. Ни в коем случае его не теряйте, потому что он может спрятаться за вот эти нитки. То есть поправляйте ниточки и находите его вершинку. И вот в вершинку вот этого первого столбика, вот у нас их 3, в первую вершинку мы вяжем столбик с одним накидом. И теперь в вершинку следующего столбика мы тоже вяжем столбик с накидом. А вот последний столбик у нас всегда остается свободным. То есть здесь у нас остается свободным первый, вот он. А здесь у нас остается последний, то есть первый как бы с этой стороны. Мы переходим на следующую арку. В следующей арке мы опять первый столбик не трогаем, а во второй вяжем столбик с одним накидом. Дальше во второй столбик также вяжем столбик с одним накидом. То есть первый столбик опять-таки остался свободный. В серединку вяжу 3 столбика с накидом. Первый. Сюда же. Второй. Это в большую арочку мы вяжем, которую мы делали. И третий. Вяжу 2 воздушные петли. И сюда же в серединку вяжу еще 3 столбика с накидом. Первый. Первый. Второй. Сюда же третий. Теперь, вот опять видите, опять спрятался у нас тот столбик, да, вершинка. Мы ее находим и в вершинку вяжем столбик с одним накидом. Это важно. Вот. И в следующий, во второй столбик, мы также вяжем столбик с одним накидом. А вот последний мы не трогаем. Как вот здесь мы не тронули первый. То есть первый с этой стороны не трогаем и первый с этой стороны не трогаем. Переходим к следующей арке. Точно так же. Первый пропускаем. Во второй. Вот мы первый пропустили. Во второй я вяжу столбик с накидом. Следующий вяжу столбик с накидом. В серединку, вот я два провязала, один свободный. В серединку вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3 сюда же. Вяжу 2 воздушные петли. И сюда же в серединку вяжу 3 столбика с накидом. Первый, сюда же второй, сюда же третий. Вот. Теперь смотрите, опять находим столбик, который спрятался, и в его вершинку вяжу столбик с одним накидом. И во второй столбик точно так же. Последний столбик я не провязываю. Остальные 2 арочки провяжите, пожалуйста, сами. Вот. Вы, думаю, видите, вот как у нас арка получается. С этой стороны столбик мы не провязываем, и с этой. Остальные провязываем. В серединку вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Так провяжите, пожалуйста, до конца ряда. Вот я провязала до конца ряда. Смотрите, видите, что уже получилась звездочка. И теперь мы можем уже менять цвет. Потому что как бы серединка у нас однотонная уже есть. Для этого я присоединяюсь 1, 2, 3 в третью. Это будет всегда так. И всегда будет переход на следующий столбик. Только если мы меняем ниточку, мы вкалываем и протягиваем уже новую нить. Давайте сразу провяжем 3 воздушные петли. Обрежем красную ниточку. И теперь вот эти вот хвостики мы связываем. 1, 2, и обрезаем, чтобы они больше нам не мешали. Теперь смотрите, вот опять вязание в принципе теперь будет повторяться. Только за счет того, что вы каждый раз в эту серединку вяжете дополнительные столбики, будет увеличиваться количество столбиков, которые вы будете провязывать. То есть сейчас, к примеру, мы с вами провяжем еще, допустим, 5-10 в каждом ряду. То в конце ряда, в конце вязки, точнее в конце коврика, у вас уже может быть и 50 этих столбиков. В зависимости от вашего размера коврика, который вам нужен. Мы вяжем точно так же. В каждом ряду мы пропускаем боковые. То есть у нас есть вот определенная арка, определенная, вот то, что мы с вами вязали. Их очень хорошо видно. И когда мы присоединились, мы уже сразу пропустили один столбик с этой стороны. И вот с этой стороны мы столбик не будем вязать последний. Все остальные столбики мы провязываем стандартными столбиками с накидом. Давайте провяжем с вами. Вот так получилось 4. Вот 1, 2, 3, 4. А этот столбик не провязан. Теперь в серединку я вяжу опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Делаю 2 воздушные петли. И сюда же в серединку вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И опять смотрим, чтобы наш вот этот столбик никуда не спрятался, не убежал. Его провязываем первой. Дальше. Дальше. Вот. Последний мы не будем провязывать. А вот эти все. В данном случае 3 еще. Мы провяжем. 1, 2, 3. Вот мы связали первый уголок. У нас уже увеличилось количество вот этих столбиков, которые будем провязывать в следующем ряду. за счет того, что мы добавляем вот сюда вот в арку. Давайте провяжем еще одну арочку. С этой стороны. Еще раз напоминаю. С этой стороны и с вот этой стороны по одному столбику мы не провязываем. вяжем во второй столбик 1, столбик 2, столбик 3 и столбик 4. В серединку вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Делаю 2 воздушные петли. Вяжу 3 столбика с накидом сюда же в серединку. 1, 2, и 3 сюда же. Теперь чуть-чуть отодвигаю и нахожу вершинку нашего первого. Провязываю первый столбик. Последний не забываем, не провязываем. Второй. Третий. И четвертый. Последний не провязываем. То есть, вот в этом элементе первый и последний столбик мы никогда не провязываем. Так мы вяжем до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. У меня остался вот последний здесь не провязанный столбик. Последний здесь. Первый точнее здесь. Теперь 1, 2, 3. В третью я присоединяюсь. Сейчас я опять буду менять ниточку. Нитка меняется всегда одинаково. Если вы не меняете ниточку, то вы просто переходите на следующий столбик этой же нитью. Если же вы меняете нитку, тогда вы уже прикрепляете сюда новую нить. Как мы с вами присоединяли в прошлом ряду. Сейчас я еще раз покажу. То есть, я ввела крючок и протягиваю сюда новую ниточку. Вяжу 3 воздушные петли, чтобы она сразу не распустилась. Переворачиваю, обрезаю предыдущую ниточку и связываю вот эти 2 хвостика. Чтобы они нам не мешали. Я их связала, обрезаю и забываю про них. И теперь я вам еще раз покажу, чтобы было понятно. У нас уже вырисовался рисунок, нарисовался такой симпатичный. Теперь опять первую, последнюю, последние столбики мы не провязываем. Зато все остальные, их можно уже даже в принципе не считать. Потому что их видно. То есть, до нашей арки мы вяжем везде столбики с одним накидом. В каждую петельку. В каждый столбик предыдущего ряда. Когда мы доходим до арки, мы в арку вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Вяжем 2 воздушные петли. И сюда же вяжем опять 3 столбика с накидом. Первый, второй, и третий. И теперь находим столбик, который спрятался. И в его вершинку вяжем столбик с накидом. И провязываем все следующие столбики, кроме последнего. Вязание повторяется. Теперь, когда вы так вяжете, вам в принципе уже ничего знать не нужно. Вы уже все знаете. Вы вяжете так до того размера коврика, который вам нужен. Коврика, либо же что вы там вяжете. Подставку под горячее, либо же сидушку, не знаю. Вот. Таким образом, мы оформляем дальше до конца ряда. Переходим на следующий ряд, на следующий, на следующий. И все время одинаково. Точно так же мы присоединяемся, как я вот здесь вам показывала. Точно так же переходим на следующий столбик, не провязывая вот этот столбик. И первый, последний столбик мы никогда не провязываем. И вяжем так до того момента, до того размера, который вам нужен. На этом, в принципе, мой мастер-класс можно закончить. Спасибо вам большое за просмотр, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочку тоже оставлю в описании. Там будет много всего интересного. Всем пока-пока. До новых встреч.